Всем привет! Мы с вами в кинотеатре Корстен. Это новый выпуск программы «Киношка» на канале ОТВ с обзором киноновинок недели с 27 октября по 3 ноября. Смотрите наш выпуск до конца, и вы будете знать точно, что посмотреть в кино. Поехали! Новая кинонеделя порадует нас только российскими фильмами. И начнем с главного фильма ноября, а может быть и декабря, с Либерии «Охотники за сокровищами». Наш главный герой Илья находит старинный артефакт, который является ключом к поиску библиотеки Ивана Грозного, который называется Либерия. Но за данным артефактом охотятся довольно-таки могущественные силы, и жизнь нашего героя теперь в опасности. Илья объединяется с тремя незнакомцами и отправляется по всей России на поиски библиотеки Ивана Грозного. Смотрим трейлер фильма. Прошу прощения за ранний визит, но вы заинтриговали мне свои фотографии. Чего у них такого? Какая-то очень старинная штука. В точку. Меня вообще-то не каждый день пытаются застрелить. Сюда! Да еще и родной отец хочет из машины руки. Либерия – это библиотека Ивана Грозного. Я предлагаю вам сделку. Мне достанется слава и деньги, слава большей частью вам деньги и жизнь. Я специалист по ритуалистике, но не криптограф. Нам нужен третий. Отличный план, но я не... Чего? Контексты ее реплики свидетельствуют о том, что вы ей не понравились, и саити не будет. Сколько загадок, ложных путей и интриг. Кто бы мог подумать, что все закончится так просто? Чувствую, что это подсказка. Позор! Следующая наша новинка – семейная приключенческая комедия «Грозный папа». Наш главный герой, царь Иван Грозный, случайно ранит своего сына, как на известной картине Репина. Жизнь царевича на волоске, и отец пойдет на все, чтобы спасти своего сына. Он берет волшебный гримуар и решает отправиться в прошлое, чтобы предотвратить несчастье. Но гримуар забрасывает нашего царя в будущее. Тут и начинаются приключения Ивана Грозного в будущем. Всю жизнь он ищет библиотеку Ивана Грозного. Ты нас сюда притащи, чтобы разграбить очередную гробницу? Почему обязательно разграбить? Изучить строго научными методами. Смотри! Кто это? Который год нынче на дворе? 2022-й. Мне книга древняя нужна, чтобы сына спасти. Кто за то, чтобы помочь Грозному? Сияли Берея, сокрыта бармой, луна и звезды укажут путь. А я говорил, что здесь многое изменилось. Охрана в сувенирной снова Грозный. Ну, все, началось. Ты кто, дядя? Солнцевский, Леберецкий, Избайловский. Как я в 90-е начинал? В Кремле я начинал. Цао. Знаю. Шоровые ребята. Следующая наша новинка, российская фантастика, картина Петрополис. Главному герою фильма Владимиру поручили провести исследование. Что если человечество узнает, что пришельцы живут давно уже среди нас и вступили в контакт с людьми? Но спустя какое-то время Владимир понимает, что это не просто фантастическое исследование, а вполне может оказаться реальностью. И от этого исследования зависит жизнь всей Земли. Приветствую вас, поговорящих от имени человечества. Мы готовы отказаться от принципов невмешательства. Скажу вам по секрету, за вашей работой наблюдаю не только я. Насколько я понимаю, это может быть проверка. Как мы будем вести себя в этой ситуации? Если ты можешь спасти мир, любовь моя делает и не жалей ни о чем. Все человечество – это просто одна обманутая жена. Ты сошел с ума! Я не хочу это слышать! Мы не знаем, что они могут. Мы даже не представляем. Мы не отклимем свои тайны. Вы можете спасти нас. Если Бог всемогущий, то может ли он создать камень, который сам не сможет поднять? И последняя наша новинка – настоящий подарок для наших маленьких зрителей. Прекрасная российская анимация, большое путешествие, специальная доставка. Наши главные герои – Оскар и Мик-Мик – вылавливают в реке корзинку с детенышем медведя Гризли. И решают отправиться в удивительное путешествие, чтобы вернуть малыша Гризли домой. Нужно перехватить Аиста, забрать у него малыша и принести ко мне! Где малыш? Опять! Ну вот что мне теперь с ним делать? Давайте отправимся в путешествие и поможем Карлу доставить малыша Гризли в Америку. Отправляемся в путь! Ну что, малыш, полетели домой? Мы падаем! Вперед! Надо было лететь первым классом. Нужно торопиться! Вот они, за ними! Решили связаться с самым крутым доставщиком! Большое путешествие, специальная доставка. И как всегда по традиции, разыграем два билета в кино на фильм «Либерия». Мы часто задаем вопрос, какой фильм стал самым кассовым. А теперь зададим такой вопрос, какой фильм стал самым не кассовым и заработал меньше всего денег в сентябре в прокате в кинотеатре «Корстон». Ваши ответы оставляйте ВКонтакте под выпуском программы «Киношка». Это была программа «Киношка» с обзором кинновинок недели. Не забывайте приходить в кино по пушкинской карте. Все четыре фильма будут работать именно по ней. Это была «Киношка». Пока!